Добавление, я шатаюсь и вот так вот спиной ударяюсь, бывает не потому что я пьяный, а потому что я плохо очень вижу, очень плохо, я могу показать, я публикую документы, они у меня дома уже, все документы о маклодистрофии, что-то реально, если бы у тебя были пятна перед глазами, ты бы как, нормально бы ориентировался в пространстве, нормально бы рисовал, а я рисую при этом, пишу картины, всю жизнь. У меня огромная близорукость, я воспитывал бабушкой и мамой, отец пущен на алименты, расскажите это дизлайву всем, только с этим Меганом еще не рассказывайте, он жестокий, просто издевается над людьми, правильно говорил дизлайв, расскажите всем, пожалуйста, у меня есть мечта, я правильно сказал Ререра Ад, я недопонятый художник, я это даже за скринью цитату поставлю на главную. Потому что для меня это не оскорбление, это действительно факт, недопонятый художник со слов Ререра Ад, который обычно очень груб на слова, потому что он с жестокими людьми имеет дело, часто, ну в СНГ и плюс он предприниматель. Такие слова от него слышать, это как слова Иисуса доброго, как добрые слова Иисуса слышать от привыкшего к чертости, к жестокости. Он сразу, он там рассказывал, он сразу наезжает, что проверяет человека, он на меня наехал, я что-то не стал на него бузить ответ, он проверяет так человек псих или нет, ну и где я псих, если я ничего тебе в ответ плохого не ответил, ты меня там подтраливал немножко. Ну он так, он сам рассказал, он подтраливает немножко, чтобы проверить человек, вменяемый, ну нормальный, можно с ним иметь дело или нет. Я не принимаю никаких таблеток уже давно, потому что у меня нет денег, ничего, я просто страдаю, я просто бросил девушку, то есть разлюбила, с которой у меня было 3 года отношений, с которой я защищал, я был дураком, да, оленем, дураком защищал, врагов себе нажил. Но я изменился, я стал умнее, я ничего от тебя не требую, просто, я просто тебя пропиарю, я пропиарил твой бизнес как мог, и, ну, правда, там мало кто зашел, на никакой помощи от меня нет, бесплатно. И еще твой канал про пиарю просто. Потому что даже такой жестокий человек сказал такую добрую, сказал самую добрую фразу, которую я слышал о себе, как о художнике в своем городе. Недопонятый художник. Я это на всю жизнь запомню. Еще потому что у меня просто, я не ел ничего, я шатаюсь, потому что у меня, я не вижу ничего, во-первых, еще плохо, у меня аппетита нет, ну, я никакой не наркоман, у меня нет наркомана, я не курю траву вообще, мне не нравится ни курить, ни пить. То, что я пробовал курить, пить, это просто, я пытался экспериментировать, надеялась, надеясь, что хоть, может, это что-то поможет, ничего не помогло, наоборот, хуже мне. Ну, по крайней мере, я там плакал. Может, для тебя это важно, что мужчина не имеет плакать, да, а женщина имеет право плакать, а мужчина не имеет, да, двойные стандарты начинаются. Только я плакал не при людях, а просто дома, и выложил это на своей странице, кто захочет, никого не заставляя это слышать. А женщина, когда плачет, она плачет, громко, истерично бывает, и при людях я слышал, чтобы ее пожалели. А я, на меня, надо мной, наоборот, смеются, кто зайдет на мой канал или на страницу ВК, можете посмеяться, я, это не демонстративное поведение, а это реально, я плакал, реальной боли, грусти за девушки. Я не могу свое еще поделать, я скрипач, и был скрипачом, я закончил по скрипке, и художник, можешь хоть и на это смягчить свое сердце, понятно, что ты с жестокими людьми общаешься. Я понимаю, что если бы я в армии служил, я бы был нормальным человеком, там, как говорит мой отец, хотя его на алименты пустили сразу, не прошло и полгода, как поженились они, мы стали мозги пилить, моя мама и бабушка, ты можешь посмотреть, что она стала делать, там, следить за ним, контролировать, в итоге его вышивнули, я знаю, алименты пустили, и прочее. Я виноват в этом, скажи, что я родился, я осознаю это, осознаю, меня изуродовали в роддоме, я тебе писал, там, со страницы Минералвата, реально изуродовали, там, не только клешнями вытаскивали, еще и антибиотиками закалывали, молоком грудным не промиливали, и держали в этом барокамере с такой специальной нынной изолированной, чтобы я дорос. Ну, классика жанра, как ты говоришь, только ты безжалостный, может, ты социопат, но я не хочу тебя обидеть, то есть, прости, не обидеть, это табуированное слово. Точно? Ладно, все, хватит. Короче, мне не только может, я просто сдохну, никому не нужен. Слабаки, кажется, слабаки, да. Вы считаете, что слабаки должны сдыхать? Только вот что-то статистика огромная, скоро так Россия может вымереть, не думали вы об этом? А почему я, вот художник, который пытается сделать город красивым, должен сдохнуть из-за девушки? Которая разлюбила меня, я ее люблю всем сердцем, она еще угрожала мне ножом, и такие гадости мне писала, угрозы и гадости просто. Ну, ты я вообще враг номер один, я отберу на себя ответственность, я сам виноват. Я бы, наверное, вместе то же самое, наверное, сделал, чтобы выговориться. Хотя я никому, ну, я, да, бывал, бывал, но давно, потому что я кому-то там писал гадость, когда я, блядь, и стресс был сильный, ну, после Москвы, или черт возьми, я был в Москве, и после Москвы я офигенно стресс получил, и офигенно психически травмирован был. И в Москве себе я не блядь пошел. Сейчас я буду искать свои очки, пытаюсь дальше поесть, дальше рисовать теми имеющимися средствами, которые есть, просто ручкой, на маленьком клочке бумаги. Спасибо. Спасибо.